здравейки ребята вы на канале ford мактуш тоже новый ролик от бвс винди на грани отмены все конфликты винди 31 ну кроме того что мы сейчас знаем вот последний конфликт который на самом деле было абсолютно тупорылым и держался просто на чем-то типа обиды и честная реальность этого кринжевал помню джим голод об этом рассказывал но давайте узнаем побольше конфликта которые окружали виндяя ну что же поехали всем бобра дорогие друзья ну что вот и настал нового дня знаешь я снова хочу подарить какой подарочек очередному я думаю мне не нужно вам представлять виндяя да вот это вот милого парня но прикиньте с чего я обожаю эту картиночку просто несколько раз у картинку это прекрасно а прикиньте с чего я офигел оказываются многие хотели не взять его за сетики отдать ему за щеку ну типа реально пытались меня отменить и все эти причины отмены максимально тупые и уж поверьте мне когда я вам них расскажу вы либо захотите просто от лежать либо использовать технику скрытого листа под названием очень обидно когда человек например в рау множество раз когда он играет в игру какой-то фнаф он походит там всю игру за один раз и на этом возит все свои видео ни разу не помирая на самом деле постоянно помирает и говорит коль короче как говорится здравствуйте вы мои трудящиеся братишки ах меню заранее сразу же уважуха за рамштайн радио один из моих любимых треков спасибо просьбу пожалуйста давайте сразу скипну все его конфликты с каналами по типу там не знаю жуткие теории и лекции прочих фигня ибо ну чтобы понимали да все эти конфликты с этими типами строились на том что ну типочки тупо обижались на винде например был такой канал назывался жуткие теории и кто не знает винтикс и говорят он часто создают какие-то другие каналы где мутят другой контент и у него был один канал который как раз таки рассказывал жуткие теории из-за чего первый чувак обиделся на винде ибо ну чё блин винди быстрее меня вот это канал развивает а я должен быть популярнее винди вообще скучный и не просто обиды за алгоритмы ютуба за то что человек больше старается не больше выкладывает активнее следить за какой-то темой твои проблемы толерантные и он еще и вор вообще и на вот эти вот все обзывательства и обидки свою сторону видите как правило просто рофлил отвечал всем завистникам что они ну типа и здесь дядя бы лексом была схожая фигня как правило люди сами придумывали на что обижаться это как бы максимально тупо поэтому я не хочу разбирать и вот эти вот конфликты потому что не тупо банально мне не интересны единственное что мне хочется сказать так это вот типы и которые тупо завидовали росту винди пусть лучше не видосики с разоблачениями снимают а пойдут не знаю помолятся и получат от польского батюшки кодила поеба больше вот реально куда интереснее на мой взгляд ситуация вокруг того же канала товарищ куя кто не знает это анимационный канал в индии где он под скином своего такого рисованного типочка делал обзоры на игры и кстати я очень скучаю действительно был приятный канал с неплохими обзорами и приятный рисочек я честно скучаю покуешь вот один из тех канал труб я очень хотел чтобы вернулись при каких-то обстоятельствах и делал ну довольно таки неплохие обзоры и игроргии конечно но тоже шикарно твоя кто это лизит на гуру и вот это же и она нашла ну что поделать вот так вот эх дудос и дудос и я думаю не стоит объяснять что винди этого мне наруто и типа с криком так ты боял не может раскидываться случай дел и каналов одновременно из-за чего разумеется для ведения этого канала он так сказать собрал команду и ну приятно познакомиться ёпта готовь во первых сам винди типа владелица голос канала неожиданно не правда ли злата если что это аниматор и и сценарист но типа чувак который говорил давай по новой виде короче говоря там ну собрался такой нормальный типа боевой коллектив не берем никакие виды обиженных там а пусть и так далее чтобы вам было комфортно воеваем коллективе и пожалуйста да простите меня я понимаю да женщины это сейчас как спиннер типа тема уже не особо хайповая но я таки прокручу пару винтов и про них канал жил ну вот реально прекрасно пока аниматор вот это вот злата не выкатила пост где сказала что но она вот это венди в рот шатала и вообще на его маму сколько можно заметить аниматор больше не работа на крыша и мы с андреем договорились чтобы было честно он не будет использовать мои наработки с новым аниматором они сами все сделают но в новом видео которым я уже не никого отношения можно заметить обводки прямое использование моих кадров он сказал казалось персонаж его канал его никаких прав не имею что мы зарплату в размере трех тысяч рубль она там уже вообще другая зарплата богатый джим голод еще разбирал там вообще другая а ходила видео все кадры чтобы присутствовать и в целом должен получать деньги за счет моих кадров когда я уже не работаю что жил канал только благодаря ему его импутации а наши с нарисом заслуги нет вся спонсорская помощь принадлежит ему меня это супер грустно потому что для меня куяж был как сын для который придумал всякие приколы в виде историй вора и всякого поэтому артов понимать меня больше не ждите фан-артов я рисовать не имею желание твой мой крик души потому что я никак не могу поле этой ситуации за чего ухожу из фантома город здесь быть рисовать вам приколы 3000 значится до кое-кто по моему подпиздил да и в целом я скажу так вообще андрей обсуждал факт того что получается после того что уже было сделано после того что было сделано что он имеет право пользоваться этими кадрами принципе рьюз подобных кадров это довольно логично учитывая это понимает на тебя если бы винди взял бы кого-то с которым он не работал или кого-то человеком просто взял бы это и спиздил и начал бы качать права про то что типа это типа вообще-то моё это а вот тут как бы дело касается человека с которым он уже работал блин и учитывая что эта часть по сути его комнаты своя стиля логично ожидать что она останется примерно таким же не знает но познакомилась бы да короче девчонка там реально бомбил и кстати говоря бомбил и в основном из-за бабла но не переживайте свою долю от винди она еще получит в общем то говоря девчонка жалуется на то что видите ли винди платил ей мало использовал новых роликах кадры которые она когда-то там уже нарисовала но она не разрешала их юзать потом повторно да и вообще оказывается в новых роликах нельзя даже примерно повторять за ней рисовку и главное винди видите ли вообще скотина ибо он сказал что она не имеет права ему что-то предъявлять или требовать потому что это канал его она лишь была одну наебным рабочим из тех пор как она ушла на ничего не может ему предъявлять из-за чего теперь у девчонки глаза в слезах но не попка попка все выдержит также эта девчонка жаловалась на то что винди якобы не отчихлял ей бабос от упоминаний там каких-то проектов хотя видится это как бы никто и не платил за упоминание просто чтобы вы понимали да абсурд ситуации вот например не знаю там типа винди в ходе какого-то там игрового ролика поделился со своими зрителями информация не знаю там про steam star например да то есть но он сказал что ну это реально прикольный удобный сервис благодаря которому видя как раз пополняет свистим без лишних заморочек вообще и чё я теперь из-за этого должен не знаю денег своего превью мейкер дать или чуть-чуть за шизуха и и без шуток это вообще не имеет никакого смысла по одной простой причине венди как бы это это договоренность о рекламе было свинди она с ним этого не обговаривал что типа кита роялти текут еще ей за то что там винди условно вставил в эту самую анимацию стал какую-то рекламу если об этом не было разговоры если не было об этом договоренности с винди и он об этом никак не обговаривал и все получается рекламные эти опять же дела и стала ставка рекламы шла и вы через винди то и винди только должен получать деньги с хуяля на хочет процент за то в чем она не участвует как бы она делает анимацию но реклам но рекламу на не анимируют рекламу как бы уже подготавливает озвучивать виндяй какие нахуй роялти короче я думаю вы и сами понимаете насколько странная предъява потому что я думаю ну типа вы тоже явно являетесь знаете пользователями этого сервиса он удобный что-то мне подсказывает что вы уже понимаете да что ну на этот пост не накекали наверно так самые ленивые потому что ну давайте скажем прямо объективности ради ну типа тебе не нравится итоговая запекать ты получаешь нафиг ты на нее соглашалась в начале чё за бред я вообще считаю если в начале сказали ты будешь получать востока и ты вот только получаешь значит и должна не ныть а пахать еще был претензий по поводу того что типа винди дает такие опять же заказы и мне не нравится это делать во первых почему-то согласилась это делать через силу и потом жалуешься об этом как бы ты как бы заказной рабочий типа серьезно пример вот какого хрена как это будет вообще работает ты сама на этой согласилась не было же такого что не знают это попросила типа увидели 15к за ролик а он весная бабла не за это взял твою мать от пить потом дальше предъява типа винди использую что-то что ты ему нарисовала в период работы лет и за это бабки получила и твой труд это по сути перспективе где что за предъява я вообще не понимаю в каком мире живет эта девочка она побежала и высказала не знаю пиксару что история игрушек это собственность компании диснея не дядя васик лично проектировал тех солдатиков из вьетнама поверь они там сложа руки не сидят и уж тем более то что видите работодатель жесткий это вообще на уровне и меня на работе заставляют работать а я не хочу работать бать это как не напомнила ситуацию где чем жаловаться на то что он короче работал какой-то айти компании и типа он получал реально большие бабки и у него не благ это сложно работа и он жаловался о том что он он выглядел на легкой работе поэтому он хочет работу в которой типа его примут будут платить столько же там несколько миллионов долларов и при этом он нихуя не будет делать блять какого хрена это уже по моему не просто борзость это уже вообще по моему потеря какого-либо какой-либо связи с миром и адекватностью я хочу просто денег просто так венди он разбивает мне сердце но простите что видит должно быть ваще бог на твою нытьё блин потому что должна им своими маленькими китайскими ручками брать и ебашить надо и ладно бы дальше на этом история закончилась панел какой-то там диванный работяга и панел молодец не знаю можешь пойти поесть арбузик но разумеется нет разумеется на этом истории не закончилась дальше клиника виде короче выкатил новый видос уже сделаны без этой всей команды где ну тупо поэкспериментировал и немножко сменил стилю даже написал типа это разовая акция чисто прикол попробовали на что разумеется моментально отреагировал и перетяните его кочергой он накатил огромный после говорил о том что он ну во первых новую команду и сама увидит там в рот шатал ибо новый контент видите ли ему не нравится он был лучше он делал лучше я даже как сейчас помню тогда были в комментариях какие-то люди которые почему-то реально поверили тому что типа видите там и всех по выгонял писали ему в комментариях типа милорд там ваш работяга прошлый жалуются может возьмешь его на работу типа но но виде разумеется был просто она сама неотвратимость я сам знаю что с ними делать искренне верил что он своим постом раз ей карьеру винди но блин я пожалуй даже повторюсь это было клиника просто звезде его внимание слушайте да я щас буду цитировать по сути этот пост своими словами конечно но суть да привет братки винди разбивает мое сердце ведь он мало мне платил да мы договаривались там на какую-то сумму и он нам ее платил но мы хотели больше просто не просили а он сам не догадался повысить нам зп вот вы понимаете какая он скотина да браток хорошая история просто я надеюсь вы поймете даст самым трудным для нас было снимать видосы на те темы которые но нам самим были не интересны и так нахуя вы соглашались на то что вам если у вас настолько принципиальность в работе на тем что вам только-только вам нравится так какого хера вы на это соглашались бить от идею и наемные рабочие вы делаете то что вам заказали если вам это не нравится то заранее опять же скажите нам этим интересным все до свидания мы не берем это в заказ и на работу за бред он нам платил деньги застрел делать то за что он платила не то за что мы сами бы хотели сделать типа за его деньги блин какой же он жестокий но вы понимаете да да и мало нам того что он не давал нам сами выбирать темы для его канала он еще и звонил на постоянно да правда он давил на нас своими вопросами типа он регулярно звонил и спрашивал эти вопросы жестокие типа а как там продвигается ролик на какой стадии там готовности видео и когда вообще ожидается дроп ролика ну то есть понимаете но это банально абьюз он нас заставлял работать по ну нужному для него графику и не давал нам от сроки но вы понимаете как это непрофессионально с его стороны да вы же понимаете как нам было трудно я просто интересно на что эти люди вообще рассчитывали я думаю если бы они реально пошли за эти в студию анимации они бы узнали что такое додвайны рабочий график или вообще обработали в фикс это художниками эти там или художниками там эти графики 3d графики в голливуде они бы ёгнулись блять потому что там за додвайна тебя по головке не погладят там тебя блять либо самотыком либо увольнением либо нахуй пошлют я просто реально блять не понимаю это святая наивность какая-то старая комната с грушей поделать из-за того что он блин заставлял их делать на работе то что нужно они ну типа то за что он платит а не то что они хотят я уже какой раз слушая вот такую убежать в том что в виде на работу брал всегда людей которые ни разу к этому заводе не я уже знаете просто представляю как они там не знаю стоит на заводе и жалуются что типа ну и заставляют на станке делать детали для автоваза выпиливать они хотели бродочку сделать то время кстати говоря еще венди так ну довольно частенько стримил так что на первом же стриме он разумеется рассказал что ясен пень он как бы задалбал аниматора и сценариста ибо они не работали а все время искали какие-то отмазы причем максимально тупые типа я не могу сегодня доделать ролик потому что мне стирал сломалась стиральная машинка почему на канале не выходила анимации потому что аниматора был творческий не стояк как 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 она сказала то у нее там стиральная машинка была нерабочая то еще что то то еще что все за и вся работа пойдем кубухать короче ситуация была какая да они типа не хотели работать а из-за этого в индии выплачивал неустойки рекламодателя потому что постоянно был срок одним словом но звездец я не заявляю на месте виде их уже давным-давно пинком под жопу таки выпнул эльдар жарахов пошел на но напоминаю виндяй он в хорошем плане терпила но то есть он типа такой всегда ищет как это максимально лайтовые добрый способ решить проблемы и всегда пытался наоборот помогает тем людям которые получаются его еще и даю скажи пожалуйста ты хочешь работать над проектом или нет типа вообще проблем нету то есть вообще проблем нету постараемся найти другое решение я могу постараться найти аниматора спасибо огромное родники за подписку могу постараться найти аниматора хотя это будет трудно потом она сказал да я хочу все хочу все супер и потом снова пошли я сейчас думаю я буквально как он мне как девушка был буквально как девушка смотри частоты за друзей платишь везде где выходите где вы ездите допустим поездку в другой город к нам поехали я платил везде с военкоматом когда были проблемы я постарался помочь когда со здоровьем были проблемы ну разумеется после этого здесь блять вот это я понимаю поддержка блять эти это при всем и при всей этой поддержке он ничего не сделал он не он так сказать маленькие денежки по пиздец стрима игорь мгновенно выкатил ответный пост на стрим винди где сказал что он во первых не хочешь ничего об этом говорить а потом следом написал текста ну типа сразу видно профессиональный сценарист виталий я ничего об этом не хочу говорить ничего женьки но в итоге блять строчит со скоростью того самого рэпа имени вас и в итоге блять где-то кусок из войны мира получился вообще не канон там должен быть не вердили а та самая жабка труна стоящий трубаёк виталия они начали там вместе с аниматор писать реально кучи постов не говорили что во первых винди и так то денег оказывается никогда не давал и тут они снова пососали ибо ну виндяй снова запустил стрим ясен пей первое касательно того ага так что у нас такое 40 тысяч 18 тысяч 26 тысяч 4 тысяч все платят да то я деньги не даю в принципе вот злато но собственному аниматор с которым мы работали вот деньги которые я пересылал вот деньги которые пересылал за последнюю рекламу 45 штук никаких трех никаких никаких чего-то еще мы договорились на конкретную цену мы договорились на конкретные деньги мы когда говоришь на конкретное все они сказали да окей согласились и после этого когда мы разошлись началась история что андрюха ты нам не доплачивал ах ты вот это вот звездобольская шумиха все равно запустила некий тренд интернет переполнился историями по типу а я вот тоже работал на виде меня тоже на плантациях заставляли там добывать сахарный тростник и вообще плетями фигачили я в душе момбо юмбо алях от другого нас честно на поля и мы хотели сбежать оттуда мы хотели но видимо есть какие-то доказательства того что вы с ним работали или хотя бы пересекались общались договаривались какие-либо условия и вот на волне всего вот этого хайпа типочки решили что ну раз хайп идет ну нужно давить до талого они короче собрали все свои вот эти предъявы в некий файл где был просто ну тотальный просто я не могу они тогда скинули файл и хесусу и братишки ну и как бы кстати братишки но файл вообще пришел с названием типа андрей деби сразу видно профессиональные сценаристы писали напомню и вот в этом файле ребятки уже накидали и снова они писали про работу про то что видите видели там плагиатит свои превьюхи и я думаю что как бы ну не стоит объяснять что это бред типа превью сворованная у лосплейщиков не знаю передать привет туда купленого у них у всех типа будут превью плюс одинаково вот подебать увидите я в основном что превью это серия футболка и орущая хибала охуеть вот это я понимаю вверх воровства блять сука плевать там на самых крутых преступников вот вот это чистое преступление арестуйте его нахуй короче в этом файле типочки по сути пытались ну типа скажем так за косплеить гуся от купленого в сторону винди я я гусь мне кажется и давайте сегодня да и но чтобы понимали типа главным аргумента было то что внимание винди врет он обманывает аудиторию потому что он проходит игры не с первого раза а плечом здесь ситуация которая была раньше какая связь между ебучей игрой и вот это вот не доплачь знаете то саму из разряда когда это уже нечего подъявить человек тебе уже все раскидал по фактам и без того что просто сдаться и сказать что блин ладно хорошо бы канул что начинается снимать штаны трусы конечно запустить обосрался и начинает а у него мама член он срет под себя просто чат хуйню нести блять какая связь между этой ситуации блять с работы и заказами на анимацию и тем что как он проходит игры ходит там всю игру за один раз и на этому возит все свои видео а ни разу не помирая на самом деле постоянно помирает и говорит коль вырежи и разумеется но на эту срань никто особо не обратил внимание все тупо рофлили с аутизма разоблачителей но ребята тогда так сильно обидели что они затаились и начали копить злобу из-за чего собственно говоря вот недавно была новая вспышка разоблачения я даже сделал просто юрия отдельный разбор советую глянуть уже это ну просто это одну мощь а не видеоролик века видно было то что у нее как вам так сказать когда я начал говорить что она сама была влюблена у нее начала задница подлетать это было заметно по голосу даже более того все друзья все знакомые андрея все люди которыми с которыми он хоть как-то коммуницировал имеют привычку сливать переписку каждый человек с кем он хоть как-либо контачил все они оказались на и которые друг другу все пересыла это честно говоря какой-то ёбаная свинство блять вот серьезно по моему это уже просто пахнет писюнами это уже полное крысятничество стоп простите что тормозну вас здесь короче тут появилась информация что youtube заблокируют типа уже вроде как прямо официально поэтому убедительная просьба если вам не совсем накекать на меня то переходите мой телеграм-канал очень не хочу как бы теряться с вами как бы как никак уже довольно долго вместе существует там там уже очень много приколях есть и без того типа дополнительный материал видосом и мой любимый котик вот а теперь можем возвращаться обратно люблю ну сейчас давайте для цельности дайте так скажем устрою спидран такое и пробежимся по всем этой ведь декой информации ну без особых подробностей чуваки разумеется придумывали новые типа скажет так отдаю виндяй во первых они сказали что он накручивает аж 25 к просмотров кролика миллионикам держитесь это в голове простите я не могу держать какая огромная цифра это код серьезно я бы понял если бы у винди канал был намного меньше но говорить о том что это такая страшная вещь что накрутил 25000 при этом не предоставить доказательств и просто утверждает что-то страшное венди я такого не ожидал какой же ты мамкин криминал а иди сюда в тюрьму сейчас засажу прям вот с ладошкой по жопе а также виде разумеется оказался pdf файлом потому сейчас модно обзывать пдф файлами это как бы привлекать внимание не снова же сказали что в виде это про лбдф файл андрей го вместе типа геншин после стрима а это будет геншин в кроватке я думаю мальчик а ничего то что тебе как бы 20 а мне на тот момент было 13 и причем он сам потом когда посмотрел на мое имя вспомнил то что ой я же с ней когда общался и она мне прекрасно говорила о том что я 13 и причем этого человека останавливал только тот факт то что есть уголовный кодекс российской федерации то что несовершеннолетними оказывается сайт если бы этого кодекса не было он бы спокойно пошел в этом-то проблема спокойно пошел бы ебать да прям таки он так бы сорвался резко бы нашел адрес и такой я чего-то какой то там модерс какой-то там группы провинди фановской который да точно опять за тему что ютубер равно его модеры нет я равно черт поди это это совершенно отдельные люди со своими опять же косяками за своими скелетами шкафу говорится никто не идеален и я не идеален никто ли вы еще и самого были случаи когда приходилось модеров вы к сожалению выкидывать с поста потому что они оказываются очень неприятными людьми к чертовски неприятными людьми но говорит что винди вот опять же ютубер равно его модеры это уже какой-то шиза вообще не имеет никакого отношения там сидит три коллеги при чумы но все равно девочки при прилеток винди просто для понимания абсурда я пожалуй уточню типа винди педофайл потому что у него есть какой-то фанат который ведет свою фанатскую группу в к про винди и он у школьниц просил там как бы фотография блин ну я даже не знаю как причем самое удивительное что видите кстати говоря даже эту ситуацию по итогу решил типа когда ему об этом сказали он пошел и да ну решил вопрос неизвестным для него человек так же кстати говоря там девочки созвонили со спинтом и начали рассказывать ему что винди их на мере унижает вообще звездец он там не знаю он их просто ногами папа папа по всему чему угодно вот эту вот несправедливость то что когда люди старались ради него делали все что можно а потом он просто берет него за деньги очень важный момент она пыталась разъяснить людям вот эту базу то что андрей на видео может отличаться того как он в жизни чтобы люди во первых она пыталась предостеречь от работа отличаться от того что видео конечно блять есть такая вещь в жизни немножко другой чем на роликах вот именно это тоже купилась когда мы начали сейчас я тоже думал что он такой милый хороший да на самом деле я ледневый говно жаб потому что когда дело касается того что блять касается роликов и стараюсь выкладываться до полную но сами понимаете если так постоянно буду таким же супер жизнь радость я ебнусь есть это нормально когда есть образ которую видите камере для того чтобы вам интересный ролик у вас смотреть конечно да я не стараюсь сильно наигрывать прямо супер сильная в то же время нужно понимать что это не значит что условно там вы зайдете условно там в гости кому-то к своему любимому блогеру и он сразу все по-про-друге друзья сразу таким же окажется блять это нормально черт подери и сразу что не знаю подойти к актеру я ожидать что внезапно джонни депп окажется а капитан джак спарроу сразу капитан джак воробей блять нет конечно водогей реально это блять абсолютно тупорывая претензия есть хотя бы одна нормальная претензия обоснована имеющая нормальную фактическую базу хоть что-то сука что не воняет говном вот и с ним потому что как работодатель он очень так скажем некомпетентный и помимо этого то есть в этом проблема то что человек буквально пользовался тем то что малолетние буквально не знали то на что они подписываются там одна девчонка якобы пошла вам были выплаты были вы сами блять в своем тексте говорили что в и дополнительные какие-то условия не обговаривали повышение условно вашей оплаты и обговаривали это сука ваши почему деньги почему работодатель должен думать за вас если вы сами согласились на заказ это что блять за бред это из разряда я не знаю блин такие приходят рабочие типа здравствуйте вы все сделали и что они должны не знаю каким-то образом ментально миндально повлиять на работе я резко задумался у них хороший зарплат но я еще им повыше просто потому что я почувствовал миндальную связь особую что за к нему работать монтажером а винди и дал тестовое задание а она его на телефоне монтировал потому что у компьютера нету и короче она накосячила много из-за чего видите я не взял на работу ибо но она не справилась задачей но по итогу винтик который таксичная заболел оказывает блять ожидать что тебя примут когда ты делаешь опять же на телефоне можно монтировать для этого должен опять же хороший доработанный навык блять это не из разряда что просто сел нарезал и все готово блять я сам когда только учился в вегасе у меня была куча косяков я до сих пор не надо проскальзывать потому что это значит намного видео делаю но факт есть факт если что и даже проваливаешь это все равно что жаловаться на университет что ай там такие гандоны меня не приня потому что ты не сдал вступительные экзамены то есть очевидно провалился это начинаешь на злиться на всех кроме того что ты сам виноват осётич ваши глаза могут коситься в разные стороны вы можете издавать ужасные звуки все это неважно делайте свой и понимать но самый абсурд в том что у этой девочки есть свой youtube канал где она как раз таки год назад снимала ролик про эту ситуацию и почему-то там у них все было нормально здрасте с вами я в инаджи или же вы наш смотря как вы меня называете и как вы не знаете эти болезни так вот это что-то перегруз какой-то сильный на волне всего этого хайпа с конфликтами разблочения андрея я решила рассказать о своей ситуации о своем конфликте связан с андреем и как ему разрешили потому что вместо того чтоб я делал всякое разблочение на него просто с ним поговорила мы разобрались в этой ситуации то что вот здесь мы просто не поняли все и случилась такая фигня нихуя себе не поняли блять а это да что было все давай без обид все хорошо давай пока удачи можно решить тем что можно просто поговорить с человеком андрей принцип понимающий человек и если вы как-то изначально друг друга не поняли можно просто потом друг другу это все вместе спокойно существовать андрей четко показывал доказательства с и объяснял что между вами было что опровергает ваши слова что вы сами по сути говоря когда писали там были свои вот эти вот домовки тогда почему за это время какое-то было недопонимание если все было буквально черным по белому не разводили всякие подобные конфликты если что я хотела донести эти видео но вот спустя год снова рельсы шпалы кирпичи в винде летит струя мочи и помимо этого засрал меня со своими модератами то есть буквально человек спиной засрал меня которая просто пыталась устроиться к нему на работу то есть сначала человек пытался такой хорошо хорошо я там тебя возьму короче по итогу все вот это кринжовый стране винди выкатил ответ где написал что ну так то это все клевета вырывание из контекста и вообще ребятам надо пойти к врачу сходить и по нотку пись короче по итогу разумеется начали буллить кого в интернете разумеется разоблачители они еще обиделись понимаете сейчас они обвиняют виде в том что это из-за него их начали ненавидеть господи простите это цирк я не знаю мне плохо то есть вы понимаете девчонки сами полезли к стримерам сами обсиренькали себе штаны и теперь видят виде в том что это он их там типа из-за него они сейчас воняют не знаю это реально клиника не короче давайте просто посмотрим что у нас есть по итогу до типа виде и чувак который заставляет своих работников работать ну типа ай-яй-яй таким быть конечно это очень плохо осуждаю злата да это аниматор которая не хотела работать но работала и параллельно писала разоблачение о том что виде якобы ну заставляют ее работать что за бред игорь это аниматор который сливает все переписки винди и вообще пошел на разумеется какие-то еще левые девчонки там их куча у них наименований которые сначала писали что они любят винди снимали ролики о том что там винди самый лучший но как только появился хайф вокруг хейта винди они начали бегать стримером и говорит что вообще винди не знаю там а чуть ли не износит и как бы чтобы вы понимали в чем суть попыток отмены винди всегда его пытаются отменить какие-то люди которые являются его ярыми фанатиками и которые когда хотят взять у винди почеремякаться сисон а винди не дает черемякаться сисон начинает очень сильно на него обижаться и придумать какие-то невероятные сказки но в общем-то говорят типичные бывшие короче как то так я не знаю давайте хватит рекомендую пойдите посмотрите мой другой видос он разбором последний ситуация была там 20 минут типа пересказывать это не вижу смысла потому что там шизофрения просто перешла за любые грани как говорится разуме просто в шоке короче огромное спасибо за просмотр не забывайте про steam star по ссылочке в описании реально поедите пополните баланс и купить очень классно поиграть отвлекитесь из шизухи я лишь так и сделаю вот так же отдельно спасибо моим бустером вы сейчас видите на экране это все замечательные люди крупных кормят взамен на ранний доступ видосом и без цензуры также отдельное спасибо всем моим подписчикам телеги я вас я очень сильно люблю целую вот ваши арты великолепно вот люблю целую и пока пока чё могу сказать ребят пиздец какой-то вот серьезно я лично за все и весь этот ролик от разоблачителей от людей с которыми работал видите я не увидел ни одного нормального доказательства ни одного нормального аргумента в итоге все что это было это просто венди пытается уклоняться от пердежа в дождь вот просто пустая трата времени спасибо без что разобрал ситуации конечно да ёб твою мать это это какой-то позор на хуй говорит что все разобрались до в итоге такой клеветы нагнать и еще мне думать что если это ютубера есть модеры то модеры это не клоны это отдельные люди черт подери по такой логике все мои модераторы это мои маленькие эти клоны поэтому владик 1 владик 2 владик 15 короче спасибо за внимание респект и лайк поддерживать автор оригинала и спокойно ночи дружки пирожки